Всем еще раз доброе утро, Кать, говори. Всем еще раз доброе утро и всем новогодней суеты. Но хочется всегда, чтобы она была приятная, ровно до момента, пока ты не встанешь в какую-нибудь предновогоднюю пробку. Почему такой ажиотаж именно вокруг Нового года? Эту тему давно пора обсудить с психологом. Мы сегодня это и сделаем, Аксана Анищенко, на студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, казалось бы, и праздников много, и Новый год как-то приходит обычно по расписанию. Почему все равно каждый год это какое-то сверхсобытие, инфоповод и повод для того, чтобы суетиться? Зачем? Давайте с эксперимента начнем. Давайте. Я буду открывать коробочку, вам нужно будет, Екатерина, закрыть глаза. Я буду подносить... Я открыть, правда? Буду подносить к вам эти коробочки, там запахи. Вам нужно описать, какие ассоциации возникают, когда вы это нюхаете. Может быть, Антон догадается, что там лежит. После того, что мне уже даже не страшно. Это у нас что-то такое хвойное. Ёлочка какая-то, пихточка. Вообще ассоциации надо говорить. Ассоциации? Ассоциации баня. Ну, тогда масло. Антон угадал, только это не пихтовое масло, конечно. Я не сказал пихтовое, я просто сказал масло на всякий случай. Ну, видимо, новогодние. Я не смотрю. У меня не новогодняя ассоциация именно с хвойными. Так, слушаю. Очень-очень далекий какой-то запах. Не слышу. Это не очень приятное уже, честно говоря. Принюхалась. Какие-то выхлопные газы от машины. И вот как раз пробка, слякоть и нецензурная лексика. Утро первого, Норя. Сейчас ехала, собирала как раз. Нет никаких запахов. Ну, что-то неприятное. Ассоциативно что-то не хочется к этому присоединяться. Есть какое-то представление, что там... Предмет это какой-то, да? Да, что там лежит. Ну, носок грязный, не знаю. Ладно. Потому что Оксана настолько меня не любит, да? Там, ладно, там медицинское лекарство лежит, скажем так. Ой, а здесь мандаринки, а здесь какой-то фильм хороший по телевизору, какой-нибудь один дома. И вечер, когда у тебя на ужин пакет мандаринок. Ну, наверное, Антону легко было догадаться, что там лежит, раз мандаринки назвала. Я думала, там грейпфрут. Здесь мандаринки, да? Мандаринки у нас ассоциируются с Новым годом. А если еще мы добавляем атрибутику, да? Или елку. У нас появляется слишком много триггеров. Эти триггеры, они запускают в нас много реакций. Это детство, это волшебство, это праздник, это близкие люди, это семья. И пока Катя не почувствовала аромат мандаринов, она и не собиралась смотреть один дома. Что тебе мешало летом посмотреть? Взять, включить специально. Как-то так не работает вот этой магии, нет волшебства. Да. И для того, чтобы у нас свершилась эта магия, свершился этот день волшебный, мы, конечно же, понимаем, что нам необходимо организовать это пространство и отсюда появляется у нас такой щелчок, да? Рано или поздно у каждого из нас может этот щелчок внутри сработать. И тут появляется чувство ностальгии, где мы вспоминаем, если тем более мы придерживаемся традиций наших родителей, да, то его, этого чувства еще больше. Но это хорошее чувство, потому что здесь и преемственность появляется, да? Но может появиться не очень хорошее чувство, например, гипомания или мания. Это тогда, когда в этот период очень много-много активности. Она не только про счастье и радость, это еще и стресс, потому что очень много активности. Если этой активности, ну, на протяжении всего месяца, то это уже про манию. А если мы говорим про неделю, там, плюс-минус несколько дней, то это гипомания, более мягкая, да, форма мании. Зачем это все нам? Казалось бы, ну, просто праздник, просто один вечер. Ну, ладно, есть хозяйственные какие-то дела, которые нужно заранее спланировать. И стол подготовить, и в доме убраться. Но ажиотаж ведь захватывает абсолютно всех, даже тем, кому особо и не надо готовиться, кроме как подарки купить, и то их можно заказать, это тоже несложно. Почему мы все настолько вовлекаемся вот в эту торопышническую историю? Да, тут же очень много социум на нас влияет, и маркетинг на нас влияет. И здесь на это, конечно, нужно обратить внимание. Потому что все начинается с чего? Атрибутики, которые появляются в магазинах, на улице. А у нас внутри в этот момент еще пока очень много пустоты. Все начинается с того, что мы чувствуем, что мы не чувствуем ощущения праздника. Как будто ты опаздываешь. Да. Вот с этого все и начинается. Очень хорошо сейчас попали. Затем мы начинаем как-то к этому присоединяться, что-то покупать. Где-то у кого-то посмотрели, кто-то что-то себе, там, какие-то книги-подарки, какие-то шарики и так далее, свечи. И мы начинаем к этому как-то присоединяться. Постепенно у нас появляется ощущение вот этого праздника. Мы активизируемся. Но это ненадолго, потому что потом появляется у нас опустошенность. Такая экономическая опустошенность. Ощущение, что мы как-то переборщили, много в это вложили. И если вот к этому периоду подходим не совсем разумно, то мы вот пройдем вот такую, да, вот. Как это? График, да, такой не очень хороший. По этой кривой вылетим в разочарование. Да, в разочарование. Поэтому здесь нужно, конечно, подойти с такой достаточно взрослой позиции. Это что значит? Это внимательно смотреть за тем, какие маркетинговые хаты у нас вокруг организуются. Потому что если мы видим, что нам продают, а что действительно... Для этого нужно создать список, как минимум, обязательных предметов, которые мне нужно купить, подарков для близких и так далее. Можно заложить небольшой бюджет на волшебство, потому что мы все все равно этого хотим. Потому что Новый год это праздник, где мы себе позволяем чуть больше, чем в обычный период, да, своей жизни. Поэтому, чтобы не было разочарования, заложить бюджет на волшебство и на обязательные траты. И тогда вот здесь вы можете быть защищены от вот этого разочарования в конце. И список раскидать по неделям. Это тоже может быть подсказкой. Лично мой такой лайфхак, когда у тебя висит вот этот перечень в телефоне, ты туда заглядываешь, это тоже вызывает негативные эмоции, потому что как будто этого слишком много. А когда распределяешь на блоки и по неделям идешь, вполне себе хорошо успокаиваешься. Тогда не будет сверхактивности этой. Не занимайтесь сверхактивностью, не создавайте эти самые пробки предновогодние. Делайте все вовремя и прямо сейчас, сегодня займитесь тем самым списком, который вас успокоит и немножко вот эту ажиотажность вокруг вашего микрокосмоса, вокруг лично вас все-таки снесет. Все это благодаря Оксане Онищенко, которая сегодня утром пришла и в прямом эфире психотерапию провела для всего Красноярска. Продолжение следует...